День веков И я, Евгений Воскресенский 21 марта 1917 года в Могилеве был арестован русский император Николай II Вернувшийся после отречения в Ставку попрощаться с генералами и войсками Постановление о борисе Николая Романова было принято временным правительством Под давлением Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Местом заключения бывшего царя и его семьи определили дворец в царском селе Днем ранее на заседании Московского совета Отвечая на яростные крики из зала «Смерть царю! Казнить царя!» Александр Керенский заявил «Этого никогда не будет, пока мы у власти. До сих пор русская революция протекала бескровно, и я не позволю омрачать ее. Маратом русской революции я никогда не буду. Царь с семьей будет отправлен за границу, в Англию. Я сам довезу его до Мурманска» 21 марта 1918 года на Западном фронте Первой мировой войны начинается весеннее наступление германских войск, которое продлится до июля. Ценой огромных потерь, полностью истощивших немецкую армию, той удалось приблизиться к Парижу на расстоянии около 70 километров. Однако на большее сил уже не хватало. В Пикардии за время активных боевых действий с 21 марта по апрель германские войска продвинулись на 84 километра, но постепенно наступление также заглохло. 21 марта в 1921 году в Москве в Доме Союзов состоялось открытие общества бывших политкоторжан и ссыльнопоселенцев. Это общество было организовано по инициативе Зержинского, Рудзутака, Рярославского и других. Оно оказывало бывшим политическим каторжанам и ссыльнопоселенцам материальную помощь, организовывало лекции и доклады, занималось собиранием, хранением, изучением и изданием материалов по истории царской тюрьмы, каторги и ссылки. В 1921 году общество начитывало 200 членов, а через 10 лет уже 2759. В 1928 году оно имело свыше 50 филиалов. В 1935 году общество бывших политкоторжан и ссыльнопоселенцев прекратило свое существование. В тот же день, 21 марта 1921 года, был издан декрет в ЦИК о замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом. Собственно, именно с этого декрета и началось введение новой экономической политики. Продналог устанавливался до посевной кампании, не мог изменяться в течение года и был в два раза меньше разверстки. Более того, после выполнения государственных поставок разрешалась свободная торговля продуктами своего хозяйства, допускались аренды земли и наем рабочей силы. 21 марта 1925 года в американском штате Теннесси принят закон, запрещавший во всех учебных заведениях преподавание эволюционной теории Чарльза Дарвина, как противоречащий библейскому толкованию о происхождении человека. 21 марта 1943 года провалилась попытка покушения на Гитлера. Не взорвались две мины в карманах его шинели. 21 марта 1952 года, одержав победу на выборах, премьер-министром Золотого берега, ныне республика Ганна, стал Анкваме Анкру. Впервые в Черной Африке правительство возглавил коренной житель, но окончательную независимость Ганна получила только лишь в 1957 году. 21 марта 1953 года министр внутренних дел Лаврентий Павлович Берия направил предложение в президиум ЦК о закрытии более 20 крупных строек, на которых трудились главным образом заключенные. Предложение было принято. Все эти проекты были экономически неэффективны и вредны с точки зрения экологии. 21 марта 1963 года в заливе Сан-Франциско закрылась тюрьма максимальной безопасности Алькатрас. Она считалась самой надежной тюрьмой США. В 1850 году, во время Калифорнийской золотой лихорадки, на острове была построена военная крепость. Позже ее реорганизовали в военную тюрьму. Из 1545 человек, отбывавших здесь наказание, только несколько были известны всей стране, в том числе гангстер Алькапоне. Тем не менее, в Алькатрас отправляли зэков, отказавшихся выполнять правила, установленные в других федеральных тюрьмах, то есть особо опасных и склонных к побегу. У заключенных здесь не было имен. Они существовали под номерами. Если вдруг находились недовольные, их поселяли на время в темную камеру. Тесный, холодный, бетонный колодец. Здесь заключенного могли держать и несколько дней, и несколько месяцев, в зависимости от тяжести преступления. В первое время зэкам даже запрещалось разговаривать. Исключение делалось только во время еды или на прогулке, если она была разрешена. Письма заключенные получали перепечатанными на машинке, чтобы исключить возможность передачи зашифрованных посланий. А самой большой привилегией была работа. Ее получали особо послушные. За 29 лет, пока Алькатрас использовался в качестве федеральной тюрьмы, 36 человек организовали 14 попыток побега. 23 были пойманы, 6 застрелили, двое утонули. Побег из Алькатраса считался делом гиблии, хотя оставшиеся 5 человек внесены в список как отсутствующие и предположительно утонувшие. 21 марта 1962 года тюрьма Алькатрас была закрыта по причине растущей торговизны содержания преступников на острове. А в 1972 году Конгресс одобрил создание национального парка «Золотые ворота», и Алькатрас попал в число парковых объектов. В 1973 году скала, как еще называют Алькатрас, была открыта для доступа публике и стала одним из самых привлекательных мест в национальном парке. Ежегодно Алькатрас посещает около миллиона туристов. Вы смотрите программу «День веков хронограф». А сейчас давайте вспомним о тех научных открытиях и изобретениях, которые были сделаны именно в этот день. 21 марта 1684 года французский астроном Чувани Доминика Кассини открыл два новых спутника Сатурна – Диону и Тефию. До недавнего времени у второй по величине планеты Солнечной системы насчитывалось 18 спутников. Сегодня с совершенствованием характеристик телескопов их число перевалило уже за 20. У некоторых еще даже и нет названий. В 1924 году 24-летний швейцарский физик Вольфганг Пауле в опубликованной статье сформулировал один из важнейших принципов современной квантовой физики, согласно которому две тождественные частицы с полуцелыми спинами не могут находиться в одном и том же состоянии. В 1945 году он получил за это Нобелевскую премию. Честно говоря, мне и одному-то частицу с полуцелой спиной представить себе не удается. Так что, думаю, Вольфганг Паули получил премию заслуженно. А 21 марта 1932 года родился еще один будущий лауреат этой престижнейшей премии – Уолтер Гильберт. Став впоследствии видным ученым, американский молекулярный биолог в 1980 году получил Нобелевскую премию по химии за вклад в определение азотистых оснований в молекулах нуклеиновых кислот. Ну и в завершение научной темы. 21 марта 1937 года вышло постановление Совнаркома СССР об ученых степенях и званиях. По нему и вводились те ученые степени, кандидат и доктор наук, и ученые звания, ассистент, доцент, профессор, которые используются и сейчас. Редактор субтитров А.Семкин